Первое событие понедельника глазами корреспондентов 7 канала в студии Максим Малынов. Здравствуйте! Африканская свиная чума сейчас снова в Одессе. Вирус обнаружили в селе Степановка Роздельнянского района Одесской области. Там погибло 10 свиней. О том, как будут ликвидировать очаг вируса, узнавала наш корреспондент Ирина Стрябко. И далее репортаж из Одесской области. Вспышку африканской чумы зафиксировали в Степановке. 36 свиней изъяли в частных домохозяйствах. Часть уже ликвидировали. На такие радикальные меры пошли, чтобы вирус не распространялся дальше. Работа, которая здесь началась, связана с тем, чтобы мы могли локализовать этот очаг и его ликвидировать. Животные будут изъяты и сожжены после того, как их бескровным методом умерлят. Местное население от последней новости в шоке. Люди взволнованы. Ведь держат хозяйство, чтобы прокормить свои семьи. Это единственный способ заработать хоть какую-то копейку. Исполняющая обязанности заместителя председателя Одесской ОГА Мария Гайдар успокоила людей и сказала, что государство компенсирует ущерб каждому. Выбудут и будут, пусть люди не беспокоятся. Тем более губернатор держит эту ситуацию на контроле. Здесь такой ситуации, что вас обманут. Нет, такой ситуации не будет. Было очень важно, чтобы мы людям объявили о том, что такая компенсация будет. Эти деньги в областном бюджете заложены и предусмотрены. Цена будет не ниже, чем 25 гривен за килограмм. О том, что африканская чума снова поразила свиней в Разделянском районе, местные жители-ветеринары узнали несколько дней назад. У нас на улице Садовой, чуть-чуть выше улица, параллельно этой. В хозяйстве гражданки одной обнаружилось, пошел падеж скота. Когда выяснили, в общем, вчера мы уже уточнили, с Киева пришел ответ о том, что это действительно африканская чума. Естественно, ситуации никто такой не ждал. В районе создали штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. На въезде в село работают два блокпоста. Колес автомобилей, которые выезжают из населенного пункта, или въезжают туда, обрабатываясь специальным дезраствором. У нас здесь размещены МЧСники, работает полиция, работает глава района. Главная задача, что все машины, которые выезжают из села, чтобы они проходили специальную обработку. Специальную обработку, чтобы остановить вот эту всю заразу, чтобы она никуда отсюда не вышла. После ликвидации свиней будет действовать 40-дневный карантин. Откуда взялась африканская чума в Разделянском районе, специалисты еще не выяснили. Ирина Стрябко, Игорь Казанжи, Седьмой канал. Очередной антикоррупционный форум прошел вчера в Днепропетровске. Мероприятие должно было состояться еще неделю назад. Несмотря на активное противодействие, форум собрал много участников. Наш корреспондент Сергей Бандур сейчас находится на прямой связи со студией из Днепропетровска. Сережа, я тебя приветствую. Расскажи, пожалуйста, об итогах форума в Днепре и какой город следующий. Добрый день, студия. Добрый день, Одесса. Сегодня мы в Днепропетровске. Вчера вечером здесь прошел очередной антикоррупционный форум, инициированный Михаилом Саакашвили. Борцов с коррупцией Днепр встретил неожиданным для конца марта снегопадом и повышенным вниманием к мероприятию со стороны правоохранительных органов. Здание, где проходил форум, охраняли усиленные наряды как национальной, так и патрульной полиции. А сам зал даже обыскали кинологи с собаками на предмет наличия взрывчатки. Была высока вероятность провокаций. Однако, несмотря на все это, количество людей, пришедших на форум, было довольно большое. Состоялась живая дискуссия с Михаилом Саакашвили и представителями его команды. Как и во многих других городах, люди просили оградить их от чиновничьего произвола. Правда, в Днепропетровске еще добавились жалобы на разгулявшийся в городе бандитизм. В свою очередь, Михаил Саакашвили отметил, что поменять ситуацию как в городе, так и в стране в целом, можно будет только совместными усилиями. Люди услышанным остались довольны. Они готовы поддерживать реформатора. А уже сегодня, буквально через несколько часов, следующий антикоррупционный форум состоится в городе казацкой славы Запорожье. Там тоже будет много интересных спикеров и много актуальных тем. А подробнее об этом вы сможете узнать уже в самое ближайшее время. Студия. Спасибо, Сережа. Это был наш корреспондент Сергей Бандур из Днепропетровска с последними новостями с антикоррупционного форума. Ну, а мы продолжаем. Жизнь в потопе. Квартиру Одесситки уже 8 лет заливает водой. Сначала вода просачивалась со стены за ванной, а теперь течет даже на кухне. Соседние квартиры тоже подтавливает. Сколько в такой сырости простоит дом из ракушечника, местные жители не знают. А в проблеме разбиралась наш корреспондент Екатерина Лапицкая. По всему периметру вот. 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 Течет вода. Ручей в ванной комнате струится уже 8 лет не переставая. В дождливую погоду сюда заходить страшно, признается Екатерина. Бурлящая черная вода затапливает все помещение. Пришлось даже придумать подставку для стиральной машинки, иначе сгорело бы. Текло даже вот здесь. Вот. Видите? Причем такая струя была. Я же говорю, и уровень как-то уходит сам по себе. Вот здесь постоянно идет. То есть нету... Вот сейчас вроде бы дыша нету, да? Но оно все равно течет. Плитка здесь постоянно влажная. Лишний раз к ней не прикасаются. Она едва держится на сыром ракушечнике. Много лет уже потапливает весь флигель. То есть это рано или поздно дом рухнет, потому что это старый фон. Течет, как бы мы обследовали также и САБА, и в том числе и ЖЭК, и все инстанции заходили. За стенкой этого дома находится подвальное помещение, где было выявлено, что течет и с той стороны склона, и с этой. На кухне стена тоже сырая и в плесени. Начинать ремонт в аварийной квартире опасно. Все мокро. Все в сырости, все в плесени. И ничего поделать я не могу. Вместе с геологом идем на склоны позади дома. Часть их срезали еще в 2009 году. Тогда же и начала подтапливать квартиру Екатерины. Возле стенки этого дома тренажа нет, ливневки никакой нет. То есть как бы получается все накапливание идет этого склона, даже течет со склона, плюс поливка. И получается, может быть, это одна из причин, которые затапливают мою комнату в ванную. За 8 лет обращений в разные инстанции причины подтопления так и не выяснили. Хотя, по мнению геолога, их всего три. Идет инфильтрация поверхностных вод в склон. Вторая причина – это вскрытие водоносного горизонта в известняке, в основании склона. И третья причина – это, может быть, технические воды. То есть прорыв где-то горканализации, горводопровода. Это надо выяснить. Специалист уверен, течь могут устранить дренаж и водоотвод. Это дешевле предложение чиновников за миллион пробурить 10 режимных скважин от Херсонского сквера до военного спуска. В любом случае, пока деньги не выделили ни на одно из предложенных решений. Екатерина Лапицкая, Алексей Филиппов, Седьмой канал. Снесла бетонный столб и перекрыла движение. Большое ДТП произошло вчера вечером на улице Черноморского казачества. За рулем разбитого автомобиля Порше Каен была 22-летняя девушка. Она ехала на большой скорости, не справилась с управлением, врезалась в столб и перекрыла движение трамваев. В автомобиле находилось еще двое пассажиров. В результате ДТП никто не пострадал. Еще один Порше Каен и снова за рулем девушка. Курортный сезон в Одессе может встретить без своего символа памятника якорь сердца. Это произойдет, если суд так и не привлечет к ответственности виновницу его порчи. На восстановление памятника необходима крупная сумма. Якорь бронзовый необходимо изготовить по новой. Это достаточно дорогостоящее изделие, потому как это скульптура. И отливается она в Киеве. По минимальным расчетам это сумма порядка 15 тысяч долларов. Напомню, в декабре прошлого года гражданка Германии на автомобиле Порше Каен с литовскими номерами въехала в памятник культурного наследия якорь сердца. Ремонту он уже не подлежит, а ущерб и виновному в ДТП может установить суд. Но заседание постоянно переносит. Последний раз из-за того, что судья не смог прочесть показания водителя, которые девушка дала на иностранном языке. Не хотелось бы вновь привлекать к этому меценатов или устраивать какой-то сбор средств одесситов, краудфандинг для того, чтобы восстановить, потому что виновник должен понести ответственность, а не уходить от нее. Виртуальное родительское собрание, методички онлайн для преподавателей и уроки на расстоянии. 60 школ Одесской области стали участниками образовательной программы при поддержке мировой корпорации «Гугл». К слову, наш регион – первый участник такого инновационного проекта. «Голдиск» даёт возможность людям спільно редактировать документы, те же презентации, те же файлы, те же таблицы, те же формы. Кроме того, там есть возможность ещё и проводить відеозустречки и відеоконференции. Можно створить электронный документообіг, виртуальную учительскую. Ну, скажем так, в цьому средовищу всё, что есть в реальной школе, в реальном жизни, может быть виртуально. Инициаторами такой программы стали представители Одесской областной администрации, начальник отдела общего и среднего образования Алексей Прокопенко заявил, что уже найдены инвесторы. Они возьмут на себя техническое обновление в школах Одесского региона. В направлении обновления материально-технической базы этого процесса Одесская областная администрация планует залучать и донорские организации, и международных инвесторов, и вместе с Министерством освіти, и с государственным бюджетом каким-то образом решить это вопрос. Тренинги от Google для учителей будут проходить ещё несколько дней. Организаторы ожидают создания инициативной группы активных преподавателей для дальнейшей работы с инновационным образованием. Ну, а я отмечу, что всё обучение проходит на базе компьютерной академии «Шаг». В университете внутренних дел выпустили магистров, магистров права. После 5,5 лет учёбы студенты получили заветные дипломы. Их вручал лично ректор. Ну, почти все выпускники вуза уже определились с будущим местом работы. Большинство собирается трудоустраиваться по специальности. Этот диплом даёт возможность много где работать. То есть он широкого образца, широкого профиля. То есть я могу и в адвокатуре, и в прокуратуре. Многие, я скажу, что с группы, может, процентов 20-15 ушло в полицию. Так как это сейчас популярное заманчивое предложение. У нас открылся уже Центр предоставления административных услуг. Я бы хотела узнать побольше. В принципе, мне это интересно. И попробовать себя в роли администратора. Предоставление административных услуг или что-то может быть больше. Многие выпускники начнут работать уже в ближайшие дни. И сегодня весь мир празднует День поэзии. Седьмой канал готовит для телезрителей спецпроект к 9 мая. В рамках программы «Вначале было слово» поэты прочтут свои стихотворения. Каким будет формат проекта, пока что остаётся тайной. Авторы обещают телезрителям много интересного. Напомню, программа «Вначале было слово» стартовала на одесских телеэкранах около года назад, и за это время в ней успели поучаствовать около полусотни поэтов и медиаперсон. Всего прочли почти 100 стихотворений. Всё будет хорошо? Конечно, будет. И хочется поверить в это смело. Как здорово дарить надежду людям. Пусть даже просто. На асфальте мелом. Проект «Вначале было слово» раскрывает темы Востока. Ещё отдельные серии были посвящены природе, человеческим отношениям и даже новогодним праздникам. Кроме этого, есть спецпроект «Полиция», где стихи читают правоохранители. Поэзия – это всегда неповторность. Какий безмертный дотик до души. Ну а проект продолжается. Посмотреть его можно в эфире седьмого канала, а также на официальном сайте или в социальных сетях. И пока на этом всё. Мои коллеги продолжают следить за развитием понедельника, за развитием событий понедельника. Обо всём самым важном расскажем вам в следующих выпусках новостей. В ближайшем прямом эфире в шесть вечера. Оставайтесь на седьмом и будьте в курсе. Субтитры подогнал «Симон»